В сентябре в Западной Украине зафиксировали два случая полиомиелита у 4-летнего мальчика и 10-месячной девочки. Оба ребёнка были непривиты от болезни, поражающей центральную нервную систему. Диагноз подтвердили представители Всемирной организации здравоохранения. Позже они выяснили, из-за случаев заболевания полиомиелитом Украина может оказаться в мировой изоляции, а государственную границу перекроют. У харьковчанки Виктории Ланской двое детей. Старшему сыну Виталику 5 лет, младшему Коле 1 год. Своего годовалого ребёнка Виктория ещё не прививала от полиомиелита. Рассказывает, регулярно обращается в поликлинику. Но врачи говорят, что вакцины пока нет. Я вчера ходила на поликлинику узнать насчёт прививки. И сказали, когда будет прививка, нам педиатр позвонит, чтобы сделать прививку. Не то, что страшно. Боишься каждого шороха. Тут и так вирус на вирусе. Не знаешь, от чего. А ещё и такие страшные последствия. Лучше их предупредить, чем потом лечить. Это детская поликлиника номер один. Именно здесь на учёте стоят дети Виктории Ланской. Врачи рассказывают, на прошлой неделе получили в небольшом количестве гуманитарную помощь из Грузии. Вакцину против туберкулёза, гепатита, дифтерии и столбняка. Но от полиомиелита по-прежнему препаратов нет. Родители приходят, спрашивают. Но ответ пока один. Если мы получим, мы сразу, конечно же, родителям сообщим. На участках медсёстры, врачи сразу сообщают, вызывают сюда родителей на прививки. Мы делаем здесь в условиях поликлиники делается. В школах, в детских комбинатах мы не делаем. Мы сейчас стараемся делать только в поликлинике. В областном департаменте здравоохранения говорят, для Харьковщины уже закупили партию вакцины от полиомиелита в количестве 200 тысяч. Это гуманитарная помощь из Канады. Препараты произведены во Франции и имеют все необходимые сертификаты качества. Прибыла довольно большая партия. 33 тысячи доз вакцины, которые используются в первый месяц жизни ребёнка новорожденного. И 154 тысячи доз вакцины, которые используются против полиомиелита после первого года жизни. То есть на ближайшие полтора года мы обеспечены. До этого препаратов от полиомиелита в Харькове не было около года. На сегодняшний день вакцина находится на складе для хранения иммуноглобулиновых препаратов. Прививание детей не начинают по одной причине. Ждут разрешения из Министерства здравоохранения, в котором будет регламентироваться цель прививания детей. Туровая или поголовная вакцинация, наработка коллективного иммунитета или проведение прививок согласно календарю. На сегодняшний день у нас на складе есть две вакцины, поступившие по гуманитарной помощи. Это вакцины против полиомиелита ОВП, это оральная вакцина, которая применяется в виде капелек, принимать через рот. И вакцина ИВП, которая вводится как стартово детям, еще не получавшим прививки против полиомиелита, маленьким детям, она вводится парентерально. Вакцинацию детей от полиомиелита в Харьковской области планируют начаться в следующей неделе, в несколько этапов. Иммунизация будет проходить с использованием оральной поливакцины. И сначала будут иммунизированы дети младше шести лет, независимо от того, были они привиты от полиомиелита ранее. Также планируется иммунизировать детей до десяти лет. Однако проблема с вакцинами на Харьковщине все же остается, рассказывает в департаменте здравоохранения. В области по-прежнему отсутствует шесть вакцин, среди которых препараты против коклюша, дифтерии и столбняка. Поставок от Министерства охраны здоровья в ближайшее время не ожидается.